Добрый день всем, меня зовут Ольга, мне 35 лет, я живу в городе Ницке, я родилась в Беларуси и очень люблю эту страну. Я закончила университет по специальности и магистратуру по специальности экономиста и в данное время я работаю в Центре трансплантации, в Республиканском Центре трансплантации должности экономиста. Привет всем, меня зовут Ольга, я 35 лет, я родилась в Беларуси, я живу в Минске, я работаю как экономиста и в хоопе. И вы говорите еще по-английски? Я говорю на двух языках, на английском и на итальянском. Скажите, какие страны вы посетили? Путешествовать очень люблю, я была, конечно же, в Италии, была в Болгарии, Греции, в Польше, Россия, Украина, Турция, на Кипре, во Франции, к сожалению, не была, но это мечта. Я visitаю много страны, не только страны, в Турции, в Беларуси, в Болгарии, в Италии, конечно, я очень люблю этот страны, но это мечта. Скажите, какие у вас интересы? Чем вы увлекаетесь? Я люблю много чего, и одно из моих хобби в данный момент это мода и стилистика. Я изучаю слова стилистики, как правильно себя преподносить. Я думаю, это моя мечта с детства, потому что очень люблю нарядно одеваться, наряжаться, в детстве любила одевать мамины наряды. Дальше одно из моих хобби это спорт, обязательно я хожу в зал, тренируюсь, то есть здоровый образ жизни это одно из хобби. Конечно же путешествовать, изучать иностранные языки, то есть два иностранных языка это, я думаю, не предел. Еще французский, еще французский. Что касается моих интересов, я люблю все, что касается модели и стили. Сейчас я начинаю обучать модели, потому что в моем возрасте это был мой мечтый. Я люблю волосы и все, что касается модели. Также я делаю спорт, регулярно. Я делаю левицейские языки. И также, я люблю учить иностранные языки. И я думаю, что два языка это не закончат. Я буду продолжать. Может быть, французский это моя самая лучшая. Спасибо большое. Скажите, какие качества в мужчине вы цените и в себе? В себе? В себе. В себе, да. А в себе я ценю, думаю, что целеустремленность. То есть, когда ставишь цели, все-таки их достигаешь, это всегда приятно. Я думаю, что семейные ценности, то, что я обязательно ценю. Далее, что еще важно. У меня есть ребенок, и это важно, да. То есть, сказать о том, что для меня это часть моей жизни. И быть идеальной мамой все-таки я стремлюсь. Может быть, не всегда. Конечно, что еще важно в жизни? Важно быть человечным и гуманным. Оставаться самим собой и не играть. Ну, я думаю, это самое главное. А что касается мужчины, то мужчина должен быть самоуверенным, целеустремленным. То есть, знать однозначно, чего хотеть, в принципе, это одинаково. Потому что, как можно от кого-то хотеть чего-то, кем не являешься сам. И, конечно же, развиваться, быть семейно-ориентированным и интеллигентным, умным, то есть образованным, то есть развиваться. И если это будет вместе, это будет идеально. Что касается моего качества и качества моего мужа, я очень приобретающе всего моего семьи. Я ребенок, и я пытаюсь быть хорошей мамой. И, конечно, я исключаю мужчину, который имеет самую цель, который хочет иметь семейство, который хочет иметь семейство. И, конечно, я хочу, чтобы мой муж был, чтобы быть таким образом. И, конечно, мы должны быть самым интересом. И мой муж должен быть интеллигентным и иметь свой свой цель в жизни. Спасибо. Скажите, какое место вы бы хотели показать вашему мужчине здесь, в Беларуси, куда вы его отвели, отвезли, может быть, какой-то город, что вам нравится. Что мне нравится в Беларуси. Что бы вы занялись, что бы вы ему предложили. В принципе, здесь очень много красивых мест, у нас замечательные леса, даже природа. Смотря, конечно, какой сезон. Летом очень хорошо, наверное, даже просто где-то покушать барбекю. А вообще у нас много таких красивых мест, озер. Вообще я родом из Полесья. И у нас очень красивые места там. И много чего смотреть. Можно исторические какие-то места посмотреть. Я думаю, что программу... Нет, это будет не проблема составить, организовать. Было бы желание, да. Ну и конечно же, в идеале, если уже приезжать сюда, я бы очень хотела познакомиться со своей семьей. То есть это тоже как один из планов. Если мой сын в Беларуси в Беларуси, то я бы хотела бы представить мою семью. И после того, как я родился в Беларуси в Беларуси, я бы хотела бы посетить с ним несколько исторических мест, и также из-за природы, леса, и земли. Я была бы очень рада, что я иду в Беларуси в Беларуси в Беларуси в Беларуси в Беларуси. Скажите, какие у вас планы на будущее? Как вы себя видите через 5 лет? Или поменять кардинальный профиль? Ну да. Я думаю, что через 5 лет я себя вижу все-таки еще раз матерью, так как всегда мечтала, чтобы детей было двое или трое, то есть это один из таких женских планов. А что касается специальности, то развиваться это хорошо, то есть развивать хобби, специальность, может быть я выучу какую-то новую профессию, может быть я заинтересуюсь чем-то другим, то есть это все так переменчиво, вот, и учиться всегда нужно. Самая главная цель, конечно, это быть все-таки добиться женского счастья, стать хорошей женой и идеальной мамой. А в связи с моим проектом, в будущем, в 5 лет я увидел счастливую женщину, с семьей. Я хочу еще разобраться, у меня еще больше детей, потому что, для меня, это просто мечтать, чтобы стать идеальной мамой. А в связи с моим профессиональным направлением, может быть я могу менять что-то, или я хочу развивать то, что я делаю, но, конечно, я хочу продолжать работать. Скажите, готовы ли вы будете переехать в другую страну? Да. Я готова переехать в другую страну. Важность изучения языка, вы понимаете? Да, это не проблема. И учить новую язык без проблем. Хорошо, скажите, какой возраст вы от мужчины рассматриваете, от и до? От и до, ну, до 50, от, наверное, все-таки, ну, от 40 до 50. Я думаю, что это идеальный возраст и разница между мной и мужчиной, когда уже мужчина знает, сформировался, чего он хочет. Ну, вы? Это, что касается к нам, это между 40 до 50 лет. Скажите, вот как вы для вас видите французских мужчин? Что у них такого особенного? Вообще, у европейцев. Что у них такое? Европейцы? Мне очень нравится французское кино. Я могу только французских мужчин судить. Я думаю, что это интересные мужчины, своеобразные. То есть, опять-таки, они пропагандируют свою культуру, свою музыку, свою историю. Вот. Но опять-таки, я думаю, что это романтичная и чувственная натуры. Да. Я надеюсь, это моя ассоциация. Да. 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 Я надеюсь, что они будутех è очень прочим. У меня такиеажи. И значит, они очень романтичные. Для меня такие силы, соaxe. На мой взгляд. Хорошо, что я знаю. Спасибо большое. Это интересно. Спасибо большое. Пока-предспективные. Ага. Ну а чем у меняenix? z